Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать многофункциональную штатив-штангу для лазерных уровней LB40 от компании Zocone, которая идеально подходит для установки любых лазерных уровней и выполнения точных строительных работ. Она значительно упрощает работу, особенно когда работы делаются на высоте или в сложных условиях. Лазерный уровень можно установить буквально в любом месте пространства комнаты, направить в нужную сторону. Штанга не требует свободного участка на полу, в отличие от треноги. Данная штанга незаменима для монтажа гипсокартонного и натяжного потолка. Она позволяет ровно установить розетки и выключатели, повесить шкафчики и полочки. Также она поможет установить маяки на стены и на пол. Как это сделать, я расскажу позже. Не переключайтесь! Если вас интересуют оборудования для строительства и ремонта, то подпишитесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Так выглядит штатив в разобранном виде. Это главный элемент штанги. Пружинищее основание, которое раздвигается. Оно фиксируется с помощью этого крепежа. Есть такая педалька для установки штатива. Вот такое крепление для лазерного уровня. Это упор в потолок. Все элементы штанги соединяются с помощью резьбы 5 восьмых, которая используется в профессиональной фототехнике. В результате можно собрать штангу от метра до четырех. Также эти элементы можно использовать совместно с другими штативами с такой же резьбой. Обратите внимание, к штативу идет довольно качественный чехол с лямкой для того, чтобы его носить на плече. Есть такая пупырка, которая шла в комплект к штативу. Я ее не стал выбрасывать, а использую для того, чтобы перекладывать элементы штанги, чтобы они друг от друга не бились. Когда штатив сложить в чехол, он имеет размеры 75 сантиметров и диаметр 12 сантиметров. Так как штатив состоит в основном из алюминия и пластика, вес его около двух с половиной килограмм. В результате данный штатив удобно хранить и переносить с объекта на объект. Перед установкой собираем штатив длиной чуть меньше, чем высота потолка. При этом не забываем установить держатель лазерного уровня и опору в потолок. При установке штатива нажимаем ногой на эту педаль, ослабляем это крепление, упираем штатив в потолок, фиксируем это крепление и отпускаем педаль. И в результате наш штатив встал в распорку. После того, как мы установили штатив, нам стоит его подрегулировать с помощью данного пузырькового уровня. Также для юстировки мы можем использовать углы комнаты, откосы дверей и окон. Также данный штатив удобно юстировать с помощью отвеса. Штанга стоит довольно жестко, но сильно дергать я не рекомендую. Посадочный размер в этом штативе 1,4. Если нам надо установить лазерный уровень с посадкой 5,8, то для этого можно использовать данный переходник. Мы его выкручиваем и устанавливаем сюда. При креплении лазерного уровня мы можем вращать данное колесо. Вот я установил лазерный уровень. Мы можем его вращать вручную. Или более точно можем вращать с помощью данной ручки. С помощью данного колеса мы можем пододвигать лазерный уровень штанги. Или отдалять. С помощью данной ручки мы можем регулировать наклон лазерного уровня относительно штанги. Если это понадобится, высоту лазерного уровня грубо мы можем регулировать, отпустив данное крепление, подымая и опуская лазерный уровень. Сейчас я закрепил лазерный уровень. В штативе есть такой микролифт, с помощью которого можно более точно выставить лазерный уровень по высоте. С помощью данной ручки можно зафиксировать данный микролифт. Вот эти две ручки, раз и два, служат для того, чтобы снять лазерный уровень со штатива, не сбивая настройки лазерного уровня. До этого мы их выкручиваем. И можем снять лазерный уровень для подзарядки. Или для того, чтобы на время уезжая с объекта, снять лазерный уровень и поставить, не нарушая настроек. Сейчас штанга стоит посреди комнаты. Это положение удобно, если нужно работать с четырьмя стенами. Мы можем ровно установить выключатели, повесить полки и шкафчики. Вот я поднял лазерный уровень под самый потолок. В таком положении лазерным уровнем удобно пользоваться для монтажа натяжного, ПВХ и гипсокартонного потолка. С помощью микролифта можно выставить точный уровень. Один раз я встречал, когда штукатурили потолок и использовали лазерный уровень таким образом для установки маяков. Иногда встречаются ситуации, когда лазерный уровень нужно подвесить. Чтобы это сделать, достаточно выкрутить этот переходник и держатель лазерного уровня можно снять и перевернуть. Вот я перевернул держатель лазерного уровня. Для подвеса используем такое приспособление, которое идет в комплект к лазерному уровню. Вот я подвесил лазерный уровень. Теперь мы можем устанавливать розетки, которые находятся на высоте 30 сантиметров. Вот так вот это выглядит сблизи. Мне пришлось немного подрегулировать эту ручку. Но если нам нужно установить маяки на пол, то нам данный держатель не позволяет лазерный уровень опустить еще ниже. Но и в этом случае есть выход. Можно штангу целиком перевернуть. При переворачивании штанги я как раз буду использовать данные крепежи. Я их выкручу и сниму лазерный уровень вместе с подвесом. Вот я лазерный уровень снял. Сейчас буду переворачивать штангу. Вот я снял штангу. Упор надевается на ножку. Снизу штангу будем упирать в картонку. Длину штанги не меняем, так как ее высота уже выставлена. Вот я перевернул штатив и подвесил лазерный уровень. Теперь я лазерный уровень могу опустить до самого пола. С помощью микролифта можно точно настроить лазерный уровень на нужную высоту. При этом лазерный уровень держится жестко и его легко регулировать. И намного проще, чем использовать площадку микролифта, который идет в комплект к лазерному уровню. И лазерный уровень можно опустить еще ниже, чем с этой площадкой. Есть у меня одно предупреждение. Когда я одел упор на ножку, она вот так вот тут застряла. Ее пришлось вытаскивать с помощью плоскобубцев. Если у вас не сделана отделка потолка, то можете в потолок упирать ножку, не одевая упор. В прошлом видео я показывал, как установить лазерный уровень на поворотную платформу и использовать его для установки маяков на стены. Недостатком данного метода является то, что лазерный уровень при этом находится низко и его можно запачкать штукатуркой. Но для этих целей мы можем использовать штатив-штангу. Я ее задвинул в угол и установил лазерный уровень. Используя только штатив-штангу, выставить лазерный уровень достаточно сложно. Чтобы упростить эту задачу, можно в комплекте со штативом-штангой использовать такую поворотную платформу. Вот я установил переходник и на него накрутил поворотную платформу. Нам только осталось установить лазерный уровень. Вот я установил лазерный уровень на поворотную платформу. Как работать с поворотной платформой, я рассказывал в прошлом видео. Ссылку найдете в описании. С поворотной платформой выставить лазерный уровень становится проще. У нас много регулировок. Особенно это актуально, если нужно выставить прямой угол под угловую ванну или угловую кухню. Вот я попользовался штативом. И сейчас я его упаковываю. Вот я элементы штанги упаковал в пупырку. Этот элемент положу в чехол отдельно. Ножку и опорную площадку я протер с помощью влажной салфетки. Чтобы держатель лазерного уровня влез в чехол, то его нужно разобрать. Вот я уложил штатив в чехол. Сейчас с помощью молнии закрываем чехол. И можно идти домой. Этот штатив-штанга идеально для работы с лазерным уровнем в помещениях. Штанга надежно фиксирует лазерный уровень и облегчает его настройку. Штатив универсален, так как позволяет зафиксировать лазерный уровень в любом месте пространства и в любом положении. Фактически он может заменить все штативы, которые я рассматривал в прошлом видео. Его установки достаточно, чтобы высота потолков помещения была не более 4 метров. Если нужно использовать данную штатив-штангу в помещениях с большей высотой потолков или вне предела помещения, то могут возникнуть сложности. Если высота потолков немного выше, то для этого достаточно штангу упереть в стол. За пределами помещения эту штангу можно упереть в балкон или карниз, или в любую другую подходящую конструкцию. Еще особенность этого штатива в том, что он не позволяет напрямую строить с помощью лазерного уровня наклонные линии. Но и эта проблема решается, если использовать 3D-головку для лазерного уровня. Штатив весит всего 2,5 килограмма и в собранном состоянии занимает мало места, что облегчает его транспортировку и хранение. Штатив легко собирается и устанавливается. И в целом он будет хорошим помощником для профессионалов и домашних мастеров. Он пригодится электрикам, сантехникам, монтажникам всевозможных систем, штукатурам и мастерам, которые делают ремонт в своем доме самостоятельно. Я очень доволен, что у меня появился такой штатив и я его могу рекомендовать вам. Ссылку на этот штатив я оставил в описании. Если у вас есть опыт работы с подобными штативами, тоже его опишите в комментариях. Я думаю, это будет полезно зрителям. Поделитесь этим видео с теми друзьями, кому такой штатив был бы полезен. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.